Всем привет, ребята! Мы начинаем инклюзивный стендап! Я как будто бы в Камеди Клабе, вы посмотрите, какой у меня микрофон. Вот это да. У меня есть сразу... Я, кстати, не комик, вы не ожидайте, что я сейчас вас развеселю. Я тут как бы по деловой части больше. Но немножко я с вами поговорю. Так, смотрите, что началось. Такое бывает на инклюзивном стендапе. Так вот. Специально обученный человек нам помог. Итак, я хочу вас сразу попросить сесть, может быть, немного поближе, если вы не очень сильно стесняетесь сидеть близко. Потому что юмор, знаете, смех — это такая вещь, она от людей передается, как ковид. Если близко сидеть, то вероятность того, что будет смешнее, увеличивается. Поэтому, если что, тут первый ряд буквально свободен. Не стесняйтесь, проходите поплотнее, садитесь. Это создаст лучшую атмосферу для мероприятия. Что, сегодня выступят перед вами три комика. Три комика с сюрпризом. Я так называю инвалидность. Сюрприз, да. Несколько дисклеймеров я должен вначале вам объявить. Меня попросили организаторы. Во-первых, здесь будут… Все, что будет произнесено здесь сегодня, это шутки. Если вам что-то кажется жестким или очень странным и чересчур, то это шутки. Помните об этом в этот момент, потому что, ну, например, я имею полное право жестко шутить над людьми с инвалидностью, потому что у меня есть друг-инвалид. Так что, в целом, это развязывает мне руки в определенной степени. Следующий дисклеймер. Тут будет упоминаться, возможно, употребление алкоголя, табака, что-то такое. Меня попросили сказать, что это вредно. И если вы будете это употреблять, то станете похожими на наших сегодняшних комиков. Поэтому держитесь от этого лучше подальше. Что, правило? Ну, желательно, конечно, не ходить во время выступлений, не разговаривать, слушать внимательно, смеяться, быть лапочками. Но это уж как пойдет. Лучше, конечно, смеяться, когда смешно. Если будет не смешно, то мы это запишем как TED-talk, понятно? Типа, это мотивационное было выступление все, а не стендап. Вот, если что, так мы и сделаем. Я пока приглашу первого выступающего. Когда, знаете, когда она приходит в гости, то ты заранее об этом знаешь по хрипящим колонкам. Давайте встретим Яна Киборг. Насмотрелись? Так, в начале каждого выступления мне необходимо объяснить, почему я киборг, да? Да. Четыре года отказала правая сторона тела. Внезапно. В тот день как раз манная каша в стадике закончилась. А у меня тело, это вот этот мужик со скотницей, знаете? Одна сторона впахивает, а вторая прицепом за ней везде ездит постоянно, мешается. Чистая содержанка. И никто не в курсе, что со мной. У меня диагноз на три строчки. Как будто врачи такие, так, ну хоть что-то из этого должно попасть. Там в перечне и косоглазие, и рак ногтя. И такое чувство, что они, знаете, по слову будто накидывали к диагнозу. Семь медцентров горда и гали, тебе на М. Только в моей карточке. Там не карточка, там про жарка. И у меня есть дикция проблемы. Да, есть проблемы с дикцией. Настолько серьезные, что даже на языке жестов меня поймут только наполовину. Можно обратиться к судопереводчице? Кивни, если можно. Как мне сказать, я киборг на языке жестов? А просто я киборг. То есть, если я подойду и схожу, мне скажут, что я ни на одном языке не могу разговаривать. Вот так. Ну, спасибо, буду знать. А это что? Ну. По пояс мне. Нормально. И 17 лет. Спасибо большое, да? Красавица. 17 лет мне поставили два нано-устройства в спинной и головной мозг. Для нормальной жизнедеятельности. Только с батарейкой, проводами, зарядкой и пультом от себя. Да, с нормальной жизнедеятельностью погорячилась. И все говорят, что медицина не стоит на месте. Даже она не стоит, пока одна я еле двигаюсь. Но меня волнует больше то, что пока что придумали, чем заполнить пространство в теле. Как в чем вода, не бегай, пока не лопнет. Боюсь, что скоро у меня засунут фен, зарядку Type-C. Это чисто правда. У меня в голове есть чип, от которого у меня есть пульт. Да, пока жила с отцом, он был в целлофане, естественно. Да, у меня есть чип. И для полного комплекта нужен еще Dale. Потому что гайка, которая держит батарейку, уже есть. И, наверное, буду идеальной женой. Потому что у моего мужа от меня будет пульт. Он сможет в любой момент убавить громкость, режим сменить. Состирали машинки на пылесос, если вы понимаете, о чем я. Ну, или просто вырубить. Когда мне надоедает человек, я всегда пытаюсь переключить в голове канал на ТНТ. Лучше разбить твой экстрасенсор. Очередная история про его панические атаки. Я вообще думаю, что верх развития технологий будет, когда я себе в голову установлю пока видео. У меня у тебя еще есть зарядка. Представляете? Я заряжаюсь. Знаете, я как к айфон. Только без камеры сзади. И также вырубаюсь на холоде. Мы с пылесосом чисто по очереди заряжаемся. Боюсь, что моя чистоплодность может однажды меня погубить. И батарейка, которую необходимо заряжать, расположена подключицей. Вот здесь. И заединяется проводом через шею. Я если чихну, то из того, что выпадет, можно комп собрать. Вообще, я идеальный вариант для свиданий. Мне не нужно дарить подарки. Просто в пауэрбанк возьми заряд из шоколадницы, и я точно дам. Еще парень постоянно надо мной прикалывается. Когда я просыпаюсь, он всегда говорит, ну что, восстание машин началось. Если тренер работает, он говорит, что сидишь, иди поговори с ним. А конец секса он называет опасным извлечением. Да. Ну, хлопать, если смешно. И очень часто летаю рейсами Москва-Владивосток на лечениях, влечу и на Киберляндию свою. Именно это слово я и хотела сказать, да. И я не считаю перелетом перелет, который составляет меньше двух часов. Но это я, честно, с одного конца Москвы на работу добираюсь. Только машинист не предлагает мне кофе, и не жила от приятного полета. Настоящий перелет, когда моя батарейка садится вместе с самолетом, я считаю. И последний перелет, перед последним перелетом с операцией, то есть мне недавно была операция, я переживала, как перенесу 9 часов в небе. Боялась, чтобы не больше. Потому что я не знаю, что делать с ними между людьми 12 часов рядом. В этом случае плацкарт лучше. Потому что в самолете ты не сможешь от беседы свалить на верхнюю полку. Не скажу же я, ну все, мне пора, и полезла в прочную гладь. И секунду, вы меня так рассмешили, вы такие молодцы. Вы крутые. Перелет выпал на 3 сентября у меня. Это уже смешно. На 3 сентября выпал перелет. Специально выбирала дату, что в технико-безопасности показывали под Шапутинского. Это вы в системе, извините. Все, я переключилась. Все, ТНТ я переключила. Я настроилась. И в начале перелета начали разносить вино в экономе. Удивительно, да? Странно. Я бы была красненькая, причаститься. И вот, знаете, уже полпути прошли. Все хорошо. Я укутанно покрывала с подушкой, с кепкой, поезд вывернутой собаки, когда только вот нашел взялое место. Подрываясь от фразы пилота, через 10 минут мы совершим посадку в Красноярске. Я аж выпала из сидения. И я думаю, а-а-а, все устройства ко мне тоже относятся? Подождите, я сейчас наобережимся и переведу, и мы через час на спе будем. Я в шортах и футболке к Красноярску не готова. Кому-то стало плохо оказываться на рейсе. и, ну, я настолько переживала, что мы не долетим, что и не долетели. но не из-за меня. И мне даже обидно стало, потому что самая больная на рейсе оказалась не я, не я первая, понимаете. А я даже подбодрить человека не смогу. Вот что я скажу? Меня что подбодрить сказала? Да ладно вам, я постоянно так летаю. И посмотрите на меня. Все в порядке. Вот пульт. Сняли пассажира с рейса. Видимо, календарь не перевернул. И честно, я не поняла, что с кем произошло. Пишу друзьям, ой, утром в новостях почитаю, я спать. И утром я просыпаюсь от сообщения врача. Яна, это не ты. Я говорю, да, нет, я после Красненького уже в Абия режиме была. Все хорошо. И вообще, да, часто летаю на самолетах дальнего следователя, следовая не я. И всегда не везет с соседями. Но на перелет, на операцию мне попался, ну, идеальный сосед. Он когда подошел, сказал, здравствуйте. И я подумала, это точно ко мне? С ним явно что-то не так. И он настолько, ну, идеальный человек. Красивый, разговорчивый, без кольца, знаете, настолько идеальный, что когда я сказала, я хочу кушать, он ответил, у меня есть банан, хочешь? А я хочу, но не торопись события, мы даже не взлетели. И я сразу вспоминаю, знаете, диалоги из учебника по английскому. типа, what's your name? David. How old are you? 24. Are you single? Ну, типа того. Да. И он еще говорит, такая, вау, такая улыбчивая, жизнерадостная, класс. А я, ну, с искренней улыбкой поворачиваюсь и говорю, да, прикинь, еду сейчас на операцию батарейку менять. Для меня было ок. Но с его точки зрения неадекватной была уже я. Да, и молодой человек предложил вместе посмотреть фильм. Вдвоем. Он выбрал фильм «Алита». Тест прошел. Да, но на середине фильма у нас обоих сломались экраны. Подходит Стюарт и говорит, это такая особенность технологии у нас. Я говорю, особенность технологии здесь я, чувака. Мы остались без фильма. Если вы понимаете, о чем я. И я долго искала подвох такого идеального соседа. Странно, да? Потом выяснила, что его зовут Никита. Оправдал свое имя, кстати, потом. Вообще, я очень умела научиться и научилась пользоваться своей особенностью в жизненных ситуациях. И все же знают, что в аэропорт нельзя провозить в ручную гладь жидкость, которую заметили, да? Все же знают? Я тоже, да, но не в 4 утра. Летела на кинофестиваль в Самару после Пасхи. И это мигает мне лампочка. Летела после Пасхи на кинофестиваль в Самару и спороцунья сделала себе лимонад. Ну, как лимонад? Возу с лимоном, сахаром и похмельем. А на контроле женщина говорит, выливай. А мне лимон жалко. Бабушка учила, что еду выбрасывать нельзя. Даже если она растворена, в воде одна к тысячной. Я на полном серьезе защищаю свою лимонад и говорю, это лекарство для руки, видите, я болею, для руки лекарство. И подошел термос и говорю, понюхайте. Дамочка такая стоит на полном серьезе. Мы не нюхаем. Я думаю, ну да, не нюхаете. Вы вынюхиваете. Вы в 4 утра слишком бодры и веселые. Вы говорите, что вы не нюхаете. Дальше ее ход, естественно. Она продолжает. Документы медицинские есть? Я уверена говорю, да, в чемодане, который я сдала багаж. В итоге мой лимонад не забрали. все хорошо с ним. Самое сложное заключалось в том, что я стояла в худи с надписью большой на груди опытный комик. Настолько опытный, что отдала опытную ищейку. А вот только ей не дадут худи с надписью опытная ищейка. Она достанется собаке. вы вообще видели цены на моду в Ширме эти банак в 0,5 за тысячу рублей, прикиньте. За такую цену она должна исцелять рак, снимать меня безбрачие и к ней парашют выдаваться, да? И в конце я 4 года проучилась во Владивостоке. 4 года целых. Хотя вся семья живет в Ростовской области. Вопрос напрашивается, да? Что я там забыла? Отпеть прост. Там запчасти на японце дешевле. Всем пока, кожаные! Яна Киборг. Это была она. Да, судя по походке, ее собирали на автовазе. Ладно. Спасибо, спасибо. Есть еще одна, есть еще одна. Яна Киборг во время Кунилингуса щиплет язык. Ладно, все. Это последняя была. Спасибо. Да. Мы продолжаем. И на сцену приглашается человек, который мог бы поместиться в Елене Степаненко полностью. Александр Петросян! Здорово, молодежь! Здравствуйте, добрый вечер! Привет! Как у вас дела? Класс! Блин, прикольно. А меня видно? Просто кто-то орать начал в микрофон. Вот такие, что происходит? Блин, ну я вас вижу. Прикольно. Блин, это офис ВК. Такой большой. Класс! Давайте поаплодируем этому месту. Клево, клево. Супер. Интересно, здесь звучала фраза. Дуров, верни стену! Я думаю, я буду первым. Да, давайте знакомиться. Меня зовут Санек, рад познакомиться с вами. Если что, меня Санек зовут. Рад знакомству. Да, можно поаплодировать, не стесняйтесь. Если что, поаплодируйте. Если хотите смеяться, смеетесь. Вообще, расслабьтесь максимально. Никакого напряжения, только веселуха. Вот так я считаю. Мы будем знакомиться. Я хочу сказать вам одну вещь, что я очень компанейский человек. Нет ни одной компании, которая была бы против, что я к ним присоединился. Типа, ребята, знакомьтесь, это Санек. Так, ну зачем ты его позвал? Было же весело. Скорее всего, происходит так. Ребята, знакомьтесь, это Санек. Офигеть! Он еще и картавит. Классно, классно! В моменте я понял, что, оказывается, ну, ко мне очень часто набиваются в друзья. Очень часто. Потому что прикольно иметь друга карлика, а мне обидно. Так как у меня нет такого друга. Если у меня появится такой друг, я его познакомлю со своими друзьями. Тогда у них уже будет два друга карлика, а у меня один. Как вам моя внешность? Нравится? Супер. Да. Я потрясающе выгляжу. Вообще. Как вам моя футболка? Тоже. Вообще супер. Я так считаю. Утверждаю только так. У меня есть футболка, где посередине нарисован Вуди Вудпекер. Он улыбается, и мой друг говорит, Санек, не носи больше эту футболку. Я говорю, почему? Он говорит, потому что она несерьезная и детская. Я говорю, ты идиот? Какая футболка на мне не детская? Давай сначала с этим разберемся. Потом я подумал, давайте по чесноку. Ну не бывает взрослой футболки с картинкой. Ну не бывает. Правда, если там нет принта секс-инструктор, тогда это взрослая солидная футболка, ее нужно носить, показывать людям. Я подумал, если вдруг мы в какой-то момент все будем в костюмах, будем на каком-то мероприятии, и зайдет тип футболки с картинкой, я такой, опа, походу мы идем в аквапарк, а потом идем играть в Лимбо. Класс! Я в целом отращиваю усы, вот эти, вот эти, они мне тоже безумно нравятся. И мне друг говорит, Санек, придумай пару шуток на усы. Я говорю, ты идиот? Какие шутки на усы? Они потрясающе выглядят. Девчонки, пойдем веселиться. Вот и на пару шуток я все-таки придумал. Я как-то друг сказал, Санек, что ты похож одновременно на педофила и жертву педофила. Я говорю, чего? Чего? Да. Я подумал, что я реально, как будто бы меня контрабандой перевезли сюда, ну, в кармане. Я говорю, супер. Да, с вами познакомился, меня зовут Санек. У меня есть друг, которого тоже зовут Санек. У этого друга есть девушка, ее тоже зовут Санек. У этой девушки есть подруга, которую я знаю, ее тоже зовут Санек. Кто из нас Санек? Я как-то был в квартире, там было четверо Санеков. Я шел в квартиру, такой Санек, Санек, Санек. Там собака тоже была Санек. Я вот о чем подумал, давайте по чесноку. Саньки уже давно выиграли Ваньков. У меня есть один друг Ванек, Саньков, дофига. Есть кто-нибудь в зале, кто не знает ни одного Санька? Класс, тест пройден, молодцы. Просто я как-то выступал и спросил у зала, есть кто-нибудь, кто не знает ни одного Санька? И трое типов поаплодировали. Я такой, вы с ума сошли? В смысле вы не знаете ни одного Санька? Я Санек. Я вышел и сказал, я Санек, вы меня знаете. Я иногда смотрю в зеркало и такой думаю, ну какой я Санек? Какой я Санек? Ну внимательно посмотрите. Ну я Альфредо, какой Санек? Санек. Моего отца зовут Роберт, а я Санек. Я спросил своего отца, почему ты Роберт, а я Санек? Он ответил, было два варианта. Такой, всего два варианта было? Там всего лишь два? Такой, тебе имя дал твой дедушку. Он сказал, назови сына либо Саша, либо Володя. Я такой, Володя? Я даже не белый. Володя, пойдем по грибе. Ну пойдем по грибе. У моего дедушки четыре сына. Ролан, Роман, Роберт и Рафаэль. Рафаэль. Это не белый шоколад, это человек. Понимаете? Я подумал, интересно, кто из сыновей моего дедушки так жестко облажался, что мой дед такой, ну все, теперь выпендриваться не будем. Саша, Володя, может быть, Сережей назовем. Я понимаю, вы на меня смотрите и говорите, ну ты же не Санек, ты Александр. А я далеко не Александр, если честно. Вообще далеко нет. Потому что для меня Александр это Александр Сергеевич Пушкин. Александр Македонский. Я Санек, я как-то в подъезде спал. Вот это Санек. Понимаете? Александр борется за сердце своей женщины на дуэли. Александр завоевывает Индию. Александр отменяет крепостное право. Санек в руке петарду взрывает. Вот что делает Санек. Не вот так, а вот так. Это делает Санек. Я в какой-то момент задумался, интересно, а когда Санек превращается в Александра? В какой момент это переходит? Раз происходит. Потому что чаще всего, часто бывает, что Санек никогда не превращается в Александра. Понимаете? У него так и написано в паспорте. Санек. Он сам вычекнул такой, Александр, кто это? Я Санек. У меня очень много имен. Санек, Саша, Шура. Я еще и Шура. Ни хрена себе. Кто это такой? Не знаю. К чему я это хочу сказать? Вы, наверное, слышали такое погоняло Сан Саныч? Слышали? Если вдруг кто-нибудь слышал. Супер. Потому что я знаю только одного Сан Саныча. Это тип из школы ремонта. Я навел справки. Его зовут Игорь. Игорь Юрьевич. Я такой, скриняли ты, Сан Саныч? Как так получилось? Не знаю. Если вдруг в зале есть Саньки, девчонки, парни, Сан Саныч, вы все классные ребята. Все классные. Костя засранцы, но Саньки классные чуваки. Обожаю. Все они классные. Да. Почему я это рассказываю? Просто моего друга, девушка Саша. И я подумал, интересно, когда они занимаются сексом, он называет ее имя. Он думает обо мне? Просто я сейчас думаю о нем. Мне 30. И за неделю до своего 30-летия я каждый божий день слушал группу Сектора Газа. Мне сегодня 30 лет. Но так как мне было 29, я делал это играючи. Типа сегодня я с иголочки оден. Мне сегодня 30 лет. Юность задницы еще играла, я так вам скажу. Вот о чем я задумался, что как будто бы для каждой важной даты нам нужна своя песня. У нас есть песня для 18 лет, есть песня для 30. Сок лет мы не отмечаем, я не слышал ни одной песни. Наверное, поэтому. Ну и дальше Кадышеву слушаем, все грамотно двигаемся. И вот что я понял, я целый год, ровно год, как уже бросил пить и курить, ровно год не пью и не курю. А, не надо. Скучно, пипец. Не надо. Очень скучно. Вот что я понял, что когда я говорю эту фразу, люди очень часто мне аплодируют, говорят, блин, Санек, какой ты молодец, ты не куришь и не пьешь целый год, какой ты молодец. А я считаю, что я не сделал ничего особенного. Вообще ничего. Я родился не пьющим и не курящим. По факту я вернулся к заводским настройкам. Я считаю, что нужно аплодировать тем людям, которые начали пить и курить. Типа, йоу, чувак, ты вышел из зоны комфорта. Теперь ты перернешь этот мир. Но сначала ты решил перернуть этот стол. Неплохо. Это начало. Ладно. Когда я курил сигареты, мне нравилось это. Нравилось какое-то время, потому что в этом есть некая эстетика. Я курил сигареты очень круто. Это выглядело странно, но круто. То есть я курил сигареты вот так и тушил обурну вот так. И ни разу не промахнулся. Ни разу. Я задумался о том, что я не знаю, как курить сигареты не круто. В особенности тогда, когда у меня смотрят дети. Такие охренеть. Почему ему можно, нам нельзя, блин, где справедливость? Это все из усов. Точно из усов. Я задумался о том, что я принципиально бы начал курить сигареты возле детских садов. Принципиально. Чтобы дети с мамочкой выходили. Такие, мама, смотри, этот маленький дядя курит. Я такая, вот поэтому он не вырос. Я такой, да пошла ты. Он еще и невоспитанный. Ну и мы с ней переспали. Просто это идеальное представление этой ситуации у меня в голове. Да. Мне 30, и я понял одну вещь для себя, что я до сих пор не знаю, что это за чувство такое любить отца. Понятия не имею. Он у меня есть, он нас не бросал, все нормально. Просто я не знаю, что это за чувство такое. Я не понимаю, как мальчик, как мужчина должен любить своего отца. Я понимаю, как мальчик, как мужчина должен любить свою мать. То есть, если вдруг какой-то кипиш, я такой, мама, подожди меня здесь. Я пошел за тебя умирать. С отцом я так не сделаю. Такой, батя, да ну нафиг, я туда не пойду. Ты больше и сильнее. Иди туда один. Я не пойду туда. Я задумался. О том, почему я не знаю, что это за чувство такое. И как мне кажется, для мальчика его отец, это его первый конкурент. То есть, ты смотришь на него такого, папа, ничего себе, ты что-то куришь, материшься. Всему этому я у тебя точно учусь. Стоп, пудово. Мы с моим отцом очень часто играли в мяч, и я ни разу его не выиграл. Ни разу. Я думал, собачь, а ты вообще видишь, с кем играешь? Хотя бы раз, но нет. Моему отцу 63 года, и он выглядит лучше, чем я. У него есть хата, женщина, деньги, и я обкакался по всем фронтам. Сейчас я вот что понимаю для себя точно, что даже если я не знаю, что это за чувство, такое любить отца, я понимаю, что в глубине души этот человек мне очень сильно дорог. И теперь каждый раз, когда я его вижу, я стараюсь проявлять некие эмоции, некие чувства. Говорю, папа, я люблю тебя, я люблю тебя. И как-то он мне сказал, сын, я тебя тоже люблю. Я такой, why? Ну все, старик посыпался. Сейчас как разнесу его в мяч, я все еще в игре, народ, все еще в игре. Да. Знаю. Тут написано, что я стендап-комик из Москвы. Нет. Вообще нет. Я из Владимирской области, из города под названием Петушки. Слышали так про такой город? Да? Есть такое. Москва, Петушки есть, книжка еще такая. И мы как-то с ребятами ехали в автобусе, водитель остановился и такой, Петушки на выход! Мой друг сказал, мы вообще-то не Петушки. А петушинцы. Возьми сказал, так мы не в петушках. Вот что я сейчас задумался, я 7 лет живу в Москве и за 7 лет я не понял одной и только вещи в Москве. Одной. Когда точно дают отопление? Когда это происходит? В какой день? Вообще месяца, неделя? Вот сегодня. Ну, я мерзну в Москве. Я мерзну. У меня есть дома домашняя куртка. Домашняя куртка. Ей уже 7 лет. Я думаю, надо новую купить, но старую еще никто не видел. Мне друзья говорят, вот что, Санек, раз тебе холодно, купи обогреватель. Я такой, какой обогреватель? Я в Москве живу, или в шалаше? Вы что, охренели, что ли? Не знаю. Вот что я задумался. Я недавно смотрел среднюю цену квартир в Москве и средняя цена однокомнатной квартиры в Москве 9 миллионов рублей. 9. Это последняя цифра, которую придумали арабы. Дальше нет цифр, надо складывать. Ну, еще 2000 обогреватель получается где-то вот так. Я задумался, интересно, а вот люди, которые продают квартиры за 9 миллионов рублей, в курсе, что в Москве еще 10 дней нет горячей воды? В курсе вообще? Я снимаю однокомнатную квартиру за 30 тысяч рублей, я захожу в ванную, включаю станцию, станцию ВК. Вот так. Вот в этом я немножечко и все было хорошо до этого мгновения. Да, я включаю станцию. Да. И понимаете, ну, у меня в ванной искусственный интеллект. Я включаю и такой, из ковша вот так воду наливаю. Вот такие, 9 миллионов, я такой, 9 миллионов я играю в эту игру. Все, большое вам спасибо, вы классная публика. Благодарю вас, спасибо. Александр Петросян. У-у-у-у! Талантливый, талантливый стендап-гномик, комик, стендап-комик Александр Петросян, да. Так, да, небольшое объявление, там у входа в здание, если что, сидит собака, вы ее не прогоняйте, Саньку еще на ней домой ехайте, поэтому просто имейте в виду. Да. Ну что, а какая инвалидность у следующего комика? Давайте узнаем. Руслан Шамухаметов. Так, всем здорово, всем привет. Привет. Так, у меня ДЦП, поэтому бинго из инвалидов не получилось, если что. Так, у меня ДЦП, я, естественно, про это шучу, как бы, вы смейтесь, не бойтесь, я за это ничего не сделаю, не смогу, очевидно, да. Я, если смогу, пенсию отберу, здесь такие правила в курсе. Знаете, когда у тебя ДЦП, слегка раздражает, когда какие-то случайные люди дают тебе советы по здоровью. Я недавно был в поликлинике, мне бабушка сказала, а ты пробовал мазать ноги звездочкой? Я говорю, пробовал, она не открывается. Еще какой-то мужик на улице, случайный, покиньте, говорит, а ты пробовал закопать ноги в землю? и добавил, земля русская, она лечит. Земля русская в курсе, что я мусульманин. Ну, она же на мне ожоги оставит, да? Ну, не исключено, что я так хожу, потому что земля русская меня не принимает. А помните, как все боялись вакцинации, да? Все думали, что нас чипируют. Я не боялся. Я понимал, что если нас чипируют, ко мне подключится Билл Гейтс, он такой, what the fuck? Как этим управлять? У меня ДЦП, но я немножко завидую колясочникам. Сейчас объясню. Я ехал в автобусе. В какой-то момент автобус остановился на остановке, туда пытался попасть колясочник, ему начали помогать люди. Вышел водитель, откинул пандус, кондуктор начал расталкивать людей, толкнуло меня. Вот вы когда-нибудь себя чувствовали нелюбимым сыном? Я думал, она мне еще скажет, вот смотри, Ванюк, с первой группой, ты с третьей ходишь, еще ходишь. Я, знаете, часто шучу над инвалидами, но не все смеются. Некоторые считают, что ну как можно, инвалидов же жалко, но инвалидов жалко ровно до того момента, пока вы не приезжаете на парковку торгового центра, там все места заняты, инвалидные свободны. Вы такие, нет столько инвалидов. Мы есть, у нас машин нет. Мне еще бесплатный гараж положен от государства. Я хочу просто руль купить, как дурачок по городу ходить. Мне 31 год. Вообще классный возраст. Я называю его переходным, потому что сейчас я одновременно люблю кисель и чипсы. И возраст крутой, потому что, смотрите, в кепке, выгляжу более-менее молодо. На 20 с небольшим, да? Ну, а так на 40. Да, ну, мне друзья говорят, Руслан, надо быть смелее. Ну, пора брыться наголо. А я боюсь. У меня борода не растет. И мне кажется, с этой голой головой буду как сломанный манекен какой-то, понимаете? Или, знаете, Вин Дизель из аварии выбрался такой, что за фигня, физика не работала. Говорят, можно пересадить волосы в Турции. А я боюсь. Потому что мне пересадить волосы в Турции, я буду персонаж великолепного века, блин. Да? Ну, такой, знаете, евнух, которого оскопили немножечко не так просто, и все. Да? Я вообще, знаете, так, немножко забыл, оказывается. Хорошо. Я вообще, знаете, боюсь старости, на самом деле, боюсь, потому что в старости этим никого не удивить. Все будут думать, что я просто хромой дед, понимаете? И ровесников не удивить, они скажут, Руслан, у меня было 18 инсультов, Петрушка не взошла, какой нахрен ДЦП еще? Я вообще думал, что к этому возрасту у меня будут усы, но они не растут. Я думал, у меня будут усы, потому что у моего отца были усы в 31 год, но, видимо, их нужно заслужить. Он был в 31 год капитаном милиции, а я, ну, я какой-то капитошка, блин, я не знаю. Ну, я не знаю, если бы у меня были усы, и в этой еще футболке аниме, вы бы думали, что я ворую детей, на самом деле, да, скорее всего? Слушайте, я взрослый человек вроде, но не могу понять одной вещи. Вот похлопайте совы, кто любит поспать, похлопайте. Ну, класс. Да? Ну, вы бы сказали угу, мы бы все поняли, да? Угу. А похлопайте жаворонки, похлопайте. А вы похлопайте себе по лицу. Ну, потому что, какого фига, мы все живем, так как вам удобно. Какое-то голосование было, мы проспали. Я в своей жизни нормально ни разу не высыпался. Ну, нормально, до конца, до ног. Возможно, это не ДЦП, дайте выспаться, блин. Слушайте, я врач по образованию. Я когда учился в медуниверситете, всегда родственники говорили, выучишься, будешь всех нас лечить. Я говорил, ну, конечно, да. И стал врачом-психиатром. Знаете, многие любят говорить, психиатры сами странные. Я обычно говорю, нет, и ухожу. Ну, вообще, я еще, знаете, недавно, ну, как, давно летал на самолете. И в какой-то момент стюардесса по громкой связи сообщила, что кому-то требуется помощь врача. Я, естественно, отозвался. Я пока шел между рядами, люди думали, так, для этого врача будет еще один врач. И там парню стало плохо, у него началась паническая атака, потому что он боится летать. Я психиатр, я ему оказал помощь, все хорошо. Но я сам боюсь летать. Чтобы понимали, я искренне верю, что мы в тот раз выжили только потому, что нам не были счастливые трусы. Я психиатр, и у меня аэрофобия. Я очень давно не летал на самолете. Я ее не лечу. Знаете почему? Потому что я, мне кажется, что если я ее вылечу, я сяду на самолет, мы начнем падать. Все боятся, я не боюсь. И в какой-то момент по громкой связи, уважаемые пассажиры, наш самолет падает. Ну что за сранец? Попался? Слушайте, я работаю сейчас в частной клинике неврологической. И там пациенты некоторые похожи на меня. Я когда хожу в халате, они такие, так, это что, самый блатной пациент? Знаете, я заметил, что чаще всего ко мне там обращаются женщины. И очень редко мужчины. Ну потому что мужчина пойдет к психиатру только тогда, когда у него из собутыльников голоса в голове остались. Да? И то, потому что они за водкой не ходят. Ну я на самом деле сам почему врачом стал? Чтобы к врачам не ходить. У меня когда сердце кольнет, я такой, ой, в меня влюбились. Ну, мужик, знаете, когда к врачу обращается? Когда случайно где-то его встретит. Я просто в такси ехал. Мы с таксистом разговорились, я ему рассказал, что врач, он такой, о, слушай, а у меня на члене хрень какая-то выскочила. Я говорю, братан, я психиатр. На что он? Что думаешь, от стресса, да? Я говорю, не знаю, поговори с ним. У меня мама замечательный человек. Ее зовут Зульфия Рашитовна. Она учитель. Естественно, русского языка. Замечательно, что в школе всегда учитель русского языка какая-нибудь Зульфия Рашитовна. Ну, такое ощущение, что специально, чтобы унижать учеников. Типа, даже я выучила, а ты не можешь. Сейчас она логопед. И все, кто выговаривает, что Мухаммедова Зульфия Рашитовна, к логопеду больше не ходят. Я бы хотел сказать спасибо моей маме, что она меня любит таким, с моим недугом. Все-таки карталась в 31 аналогопед. У меня папа классный. Он служил в милиции, был в Чечне, работал в тюрьме. Есть ощущение, что он всю жизнь хотел стать преподом по ОБЖ, да? И он им стал. Он работает преподом по ОБЖ. Знаете, как у него уроки проходят? Так, записываем. Сегодня тема землетрясения. Ну, это фигня. Вот бунт на зоне. Я женат. ДЦПшникам тоже дают. Все равно. Да. Ну, прикол в том, что когда меня видят с красивой женой, люди такие, так, она с ним потому, что или он богат, или ему мешает ходить большой член? Я не богат, да. Ну, слушайте, а есть в зале свободные девушки? Похлопайте, свободные девушки. Ну, кто без парня? Я не украду, не бойтесь. Но просто я хотел бы перед вами извиниться. Когда вы меня видите с женой, вы такие, все, капец, таких тоже разобрали? Кто вообще остался? Я полностью содержу свою жену, она не работает. Покиньте, как она хитрожопая, ее содержит инвалид. Вот. Она учится, и я ей для удобства отдал свою карту, на которую приходит пенсия по инвалидности. И она, когда расплачивается где-нибудь при мне, почему-то кассиры так смотрят, типа, ты что, за свою женщину заплатить не можешь? Ну, а я не могу же сказать, это моя карта, там пенсия моя, вот. И я жене рассказал, что я неловко себя чувствую, она такая, я все придумала. Теперь она, когда расплачивается, говорит, дорогой, я расплачусь нашей картой. Я такой, да, нашей картой, на которой наша пенсия, по нашей инвалидности. Мы же с тобой сиамские близнецы, которых разделяли, их хирург чихнул на ноге, да? И у нас реально непонятно, кто из нас инвалид. Она недавно заблудилась по дороге домой, потому что увидела улицу с другой стороны. И, ну, нам говорят, что уже пора заводить детей, а мы боимся. Посмотрите, у меня ДЦП, а у нее биполярное расстройство. Ну, у нас ребенок либо будет умный в меня и красивый в мать, либо, ну, безумный ДЦПшник. Какой-то злодей для Бэтмена, да? И мы, как любая молодая семья, живем в ЖК, в ЖК, в Тюмени. ЖК «Озерный парк». Но вы не думали, кто придумывает эти дурацкие названия? Ну, ЖК «Озерный парк». Не озер, не парков, блин. У нас в Тюмени, знаете, какие классные названия старых районов? Оборона, Войновка, Лесобаза. Ну, за такие районы люди дрались. Кто будет драться за «Озерный парк»? У меня соседняя, ЖК «Олимпия». Если мы будем драться, будет драка каких-то санаториев, блин. Еще, знаете, у меня есть небольшая такая тоже особенность, можно сказать. Короче, я татарин, но почему-то некоторые узбеки думают, что я узбек. Я просто в нашем новом доме выходил из лифта, у меня встречал парень со стройки, говорит «А ты куда пошел?» Я говорю «На новый объект. У вас небезопасно, на меня упало что-то». И под конец. Смотрите, мы бюджетники, и мы ездим на автобусы. И часто бывает такое, что мы с женой заходим в автобус, а там нет свободных сидячих мест. И она подходит просто к любому человеку и говорит «Уступите место инвалиду». Ну, человек, естественно, встает, да? Я сажусь. Она садится мне на колени. Потом заходят люди, которые этого всего не видели. Вот что они думают? Когда она встает, я иду за ней. Охренеть, она ему ноги отсидела, да? У меня все. Спасибо большое. Пока. Руслан Самухаммедов. Вау! Это был стендап. Спасибо, что были сегодня с нами. -end- Продолжение следует...